а у нас сегодня новый день а мы едем в центр я еду слушать органную музыку а ник пока еще не решил так что все зависит от работы у нас дождь но тепло я на всякий случай надела шапку хотя можно было и без нее потому что но вдруг начнет адски дуть и будет жутко холодно но поскольку сегодня целый день дождь я вон в дождевичке электрический пыжи прикольного цвета мне нравится интересная машинка внутри непонятно из-за дождичка но снаружи он прям прикольно выглядит мне нравится я в центре хотела сегодня попасть на концерт органной музыки в домский собор но как это часто бывает лоханулась и концерта сегодня нет понедельник среда пятница суббота воскресенье только проходят эти концерты поэтому мы сейчас ником пошли пообидали и я сейчас хочу сходить в резервт который здесь в центре прям потому что резервт в которой в спайс спица и вот называют он был совсем маленький и там не было даже малой части того что меня заинтересовало на сайте хотя должно быть вот поэтому надеюсь что центральный резервт сильно больше я сейчас в него схожу и потом вернусь книгу в офис потому что в три часа у меня урок испанского и нужно будет по позаниматься зашла сейчас в обувной магазин очень много ботинок на грубой подошве но это уже этим уже никого не удивишь она уже несколько лет в тренде но сейчас появились грубые сапоги и ботфорты то есть все то же самое как и было грубая подошва там челси были да то сейчас они же стали ботфортами из кожи из замши из какого-то полиуретана в общем всякого разного материала вот и они были черных и таких молочных цветов то есть но в принципе без всяких ярких деталей и что понравилось там бренды марка пола габор хоголь томми хилфингер майкл хорс они все стоили примерно там 200 евро плюс минус то есть цена такая более менее нормальная это без скидок там много где были скидки минус 30 ну и пока я хожу в своих грудинских ботинках который сделан на примере трекинговых и меня пока все устраивает но в принципе я понимаю что я хочу еще в четверг должна приехать посылка с иисуса я заказала себе две парки на примерку надеюсь что они будут хороши что-то мне из них подойдет вот и она зеленая другая такого цвета хаки другая бежевая ну и уже от этого можно будет плясать в принципе какую обувь подбирать светлую или черную хотя черная она в любом случае более универсально но что-то так хочется светленького что я прям прилипаю все время к светлой обуви а вот мой магазинчик снимала расхламление как раз нашла такого плана кофту но она была желтенькая поэтому пришлось от нее избавиться ну и плюс нашла для себя платья с вот с похожим кружевом винтажной причем и рубашку что все все в тренде но настоящая винтажная входит в моду дубленки их много сейчас представлена в масс-маркете и в другом ценовом сегменте среднем и в люксе просто они из разных материалов у кого-то натуральный а у кого-то искусственный вот в общем-то пуховик который мне нравится я нашла он белый ниже колено здесь вам есть расстегивающиеся расстегивающиеся кнопочки с капюшоном с капюшоном что важно очень чтобы не дуло и прям прям хороший я взяла размер 42 сколько он стоит вот такой прям хороший пухан вот такого размера так 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 стоит 60 евро вообще очень бюджетно так что если в эссе будет не сильно круче то я все верну и куплю себе просто вот этот потому что он хорош вот еще шапочка очень хочется мне черную в этот раз белый пуховик и черную шапку хочется но она не очень глубокая понятно что с распущенными волосами будет круто вот белая шапка белая шапка как у меня но только она новая и выглядит она соответственно гораздо лучше большой отворот то есть как бы не знаю как показать у нее достаточно большой отворот единственное что она вот здесь зашит а то есть я свой просто отпарывала а так подворот огромный и то есть она глубокая их очень искусственная но теплая стоит она 1299 прям отличная цена купила я себе новую шапку новую точно такую же как покупала год назад в российском резерве смотрите на что обратила внимание материал у них одинаковый там синтетика плюс вискоза за счет чего она очень приятная не колется и ней очень комфортно но то ли она со временем побелела действительно вот старенькая видно какая старенькая прошла затертая и уже в катушках то ли она побелела то ли был немножко более белый цвет сейчас более молочный и да я прям посмотрела на свою поняла насколько она стала ужасной и решила что нет времени объяснять пора все-таки менять шапку все-таки да эти шапки дольше чем сезон не могут выжить то что ты только ее стираешь на один-два раза или даже чаще один и она все уже приходит в негодность поэтому на сезон можно отходить а потом ее приходится менять вот поэтому вот я сейчас поменяла на новая свежая шапочка который выглядит хорошо они из-за того что синтетически они не греют по поэтому ну как бы если нужно чтобы шапка грела это не в масс-маркет но в лучшем случае юникло но там они тоже они там дорогостоящее удовольствие они там сделаны из кашемира поэтому но не самые дешевые шапки шерстяные шапки можно найти на алике но опять же нужно понимать что если у тебя крупная голова как вот у меня крупная голова эти шапки будут все в облипку в абсос мне не нравится поэтому с алика у меня шапка была только одна и больше я не заказываю вот ту я как-то кое-как растянула но больше делать не буду потому что она все-таки колется она шерстяная вот а эти шапки одноразовые скажем так симпатичные и если ты не очень мерзлявый головой человек то нормально вот поэтому я себе покупаю уже не первую шапку вот мне если надеть сверху капюшон вообще норм поэтому вот так а я сейчас закончила изучать резерв местный и иду обратно к нику в офис чтобы начать заниматься ну подготовиться к своему уроку испанского я нашла совершенно огненный и даже красного цвета пухан в h&m у него материал такой плотный я подозреваю что он еще и не промокает и пухан прям супер теплый стоит 70 евро и фасончик у него классный тоже можно расстегнуть так да можно расстегнуть чтобы совсем было спорте вот здесь кажется бордовым на самом деле вот такого красного цвета просто свет что-то падает плохо так вот тут наверно лучше будет видно только странный свет падает сейчас да он кажется каким-то бордовым сливовым вот вот нормальный цвет пуховика но единственное что он он офигенен в своей длине но я люблю больше когда в холода попу закрывает потому что мне холодно поэтому ну как второй пуховик наверное да но как единственный нет поэтому я жду запомню его это размер м но я жду все таки то что придет меня с и соса посмотрим как она все вообще будет на мне сидеть так еще присматриваю себе джинсики новая вот мне нравится вот эти ткани них вот такого цвета промрили они с оранжевой прострочкой здесь прикольно то что все железочки одного цвета потому что потому что частенько масс-маркет страдает тем что вот это например все серебряная а пуговица раз и розовая или наоборот здесь все одного цвета то есть они про выглядит качественно они не тянущиеся джинса они прямые но единственное что я бы хотела чуть-чуть по длине и там самую капелюшечку с ней прям впритык мне хочется чуть подлиннее так они круто сидят на папе классно сидят и мне нравится это 40 размер и еще вдобавок переработанный хлопок так кофта я себе еще вот такую кофту тонкую с длинным рукавом чтобы надевать просто под свитер чтобы свитер ну чтобы я было не видно потому что футболка футболка вот здесь вот пролегает хочется просто тонкую в облипку с круглым городом что по пуску круглым воротом чтобы было чуть-чуть видно но вот это я взяла эску мужскую как здесь сидит мне нравится ее даже можно сама по себе носить и она из такого вафельного материала прикольного но подмышкой широковато мне понимаю что мои водолазки под ней на нее не налезут поэтому сейчас еще что-то померю взяла женскую мку просто гладкую с длинным рукавом ну как конкретно базовое белье нормально стоит 10 10 евро чуть меньше я думаю что я ее возьму потому что футболках уже конечно не очень удобно а вот эту раз надел внутрь под водолазку и водолазку можно не каждый день стирать то что затруднительно особенно с кашемиром еще и сушить добавок вот эту штуку раз выкину выкинул стирку постирала и все свеженькое надел вроде жиров нигде не обтягивается быть все хорошо сейчас себе еще черные джинсы но вот о чем я говорила здесь розовые а здесь серый почему почему везде не сделать розовую или везде серая но лучше серая она больше универсальная непонятно вот а так что-то сороковой мне даже свободно застегнулся и тут тоже проблема с длиной ну каких-то каратышек все шьют проблемы с длиной и вот тут вот еще у меня отходит вон талия широко талия очень узкая так если встать очень секс еще одни джинсы но они у них талия такая же как и бедра естественно типа заниженной талии что джинсы носить на бедрах но это окажусь очень жирный в таком случае детали где будем делать талию непонятно если натянуть их так чтобы талию акцентировать то они мне вон широки и прикольно но и опять проблемы с длиной очень странно как-то ладно ну сейчас это померю толстовочки чудо есть будет мужская м к за сейчас скажу сколько день за 25 евро 25 евро это у нас полторы тысячи рублей и она очень классного качества и такова версайз в общем мне нравится хорошенько без капюшона правда но в основном он и не нужен конечно вот еще одна мужская тоже светленькая как мне хочется но мне больше нравится надпись что это без бог идет без бог это ручная работа мужские костюмы делают без полка это значит ручная ручной крой индивидуальный пошив ну тут из необычного вот здесь вот как сказать шов такой типа оля для расширения ну нет я ее не буду брать хоть и прикольная надпись потому что как то здесь широковато мне не очень нравится вот так предыдущая было кстати прикольнее тоже она немножко посветлее но материал у нее более качественный там на ощущение видно что подольше послужит еще одна мужская толстовка тоже без капюшона просто тепленькая утепляшка она серого цвета мне нравится как этот серый к моему лицу но фишка в том что джинсы белые мои они тепло-белые и блин этот серый не подойдет сейчас еще раз посмотрю первую которая мне понравилась и решу какую лучше взять это смотрите она даже с кольцом серебряным прям очень хорошо очень круто смотрится этот красивый серый цвет он невзрачный на самом деле как показать сейчас попробую ну он такой серый машины он очень невзрачно смотрится просто когда висит но в этом-то и прикол вот таких цветов что они порою к лицу очень хорошо прям такой здоровый цвет лица прям смотрю на себя красотка я хочу попробовать сдать максимальное количество бутылок они говорят что вот этот это молоко сдать нельзя ну попробуем видимо правда нельзя ладно куда это можно засунуть рупер жарность это наверное вот сюда пластик так ладно так бутылка вот такая ага тоже не хочет блин лидо бутылку не принимает ладно а вот такую почему не хочет ладно а железно тоже не хочет ничего не хочет я думала на рынке дешевле будет но нет здесь вон желудки стоят 248 за килограмм и сердечки 248 а на рынке было 3,2 и 3,9 только что возьму сейчас здесь трампу я не могла сдать бутылки потому что не работал автомат а я же не понимаю латышского я думаю что он у них возвращает в общем его починили он был забит оттуда выгребали бутылки ник сдал у нас получилось 40 центов в общем можно сдать только стеклянные из-под пива и железные из-под пива вроде все больше ничего не сдать нельзя поэтому 40 центов но это тоже неплохо